По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И сегодня с нами на связи по Зуму член правления программы ESPM-миссия и руководитель лечебной программы Яниш Кестерес. Здравствуйте. Да, добрый день. Напоминаю, телефоны прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9. Звоните или пишите нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Начать я хотел бы вот с чего. Я, естественно, когда готовился к интервью, зашел на сайт ESPM-миссии и на сайт еще программы Мацид Спекс, которая похожая программа, которая осуществляется вот ESPM-миссией и Министерством образования, которое также готовит учителей, людей без педагогического образования, чтобы они работали в школах. Вот в чем принципиальная разница между этими двумя программами? Только тем, что одна спонсируется Минобразованием или есть еще какая-то внутренняя разница? Очень важно уточнить, что партнеры, которые делают этот проект, это Министерство образования, как вы сказали, ESPM-миссия и тоже три университета Латвии. Латвийский университет, Долгопольский университет, Лиапольский университет. Значит, это такой большой проект, который делает много партнеров. И в принципе, если говорить так, что сам принцип, как осуществляется программа, он очень похож, как делал раньше ESPM-миссии, что есть летом такой как лагерь, где учителя учатся самые главные знания, стать учителем, и потом два года работают в школе и в то же самое время учатся сейчас в университете, раньше они учились в нашей программе. И да, в конце первого года сейчас Матитспекс получает квалификацию у учителя, и потом продолжает второй год тоже учиться в программе и получить поддержку в работе учителя. Я еще просто когда начинал с программой Матитспекс, я не очень понимал, зачем делать новую программу, если уже есть ESPM-миссия, которая успешно работает там 10 лет, почему бы просто не придать ей такой более официальный статус, объединить там, не знаю, с университетами и так далее, зачем вот нужна была эта новая программа? Ну, это, по-моему, такой хороший способ, как объединить все лучшие качества и университетов Латвии, и тоже нашей организации. Я считаю, это как бы хорошая выгода для всех, и тоже это делает намного больше этот объем. Раньше в нашей программе было там около 30, обычно 30 учителей, сейчас это 100, это намного больше, и мы знаем, что Латвии очень необходимы учителя, и это один из вариантов, как больше, чтобы в нашей школе больше было учителей хороших. А вот то, что эта программа, она более официальная в том плане, что там министерство образования, университеты, это влияет на то, как школу и как директора школы относятся, и коллеги тоже относятся к учителям из этой программы? Потому что я знаю, что когда ESPM-миссия только начиналась, да и даже уже там на протяжении многих лет, учителя из ESPM-миссии, не все их воспринимали так же серьезно, и многие говорили, что это ненастоящие учителя, и скептически к этому относились. Вот этот договор вместе с Минобразованием и университетами, он изменил эту ситуацию к лучшему? Да, я очень согласен с тем, что всегда наших учителей смотрели в двух сторон. Такое есть, которое, как вы говорите, было такое негативное или критическое взгляд, есть тоже такие, которые очень поддерживают, считают, что мы делаем очень-очень хорошую работу, и, по-моему, намного больше тех, которые тари, которые нас поддерживают. И, в принципе, я тоже вижу, что похожая критика есть тоже к младшинспеку учителям, что они получают тоже стипендии, что они учатся, и тоже у них нет этого долгого образования педагоги, ну, очень важно сказать, что они уже получили большее образование, не знаю, там, физика, математика, языки. Профильного предмета. Это их второе образование, и это очень-очень важно, как бы сказать, что они знают свой предмет и учатся в программе только, как это учить в школе. Ну, и чтобы так уже закрыть, потому что я просто не смог найти этой информации, ИСПМ-эмиссия сама по себе будет продолжать существовать в том виде, в котором она была, то есть на бордом 2020-2002, 2021-2022? Это все будет происходить? Или все силы брошены уже на младшинспекции, там все происходит? Ну, пока у нас есть программа, есть обе программы сейчас в это время, ну, наши старые программы сейчас с второго года учителя, они закончат, и тогда будет только младшинспекция проект. Поэтому не будет две, я считаю, что не нужна конкуренция. Понятно. А связь вот с мировым сообществом Teach for All, она останется? Это все еще будет движение? Да, конечно, она есть. Мы тоже в этот весь процесс, когда был удаленный учеб, началось тоже очень много разных хороших идей и опыта было точно из Teach for All, этого всемирного общества. Поэтому, да, ИСПМ-эмиссия остается, как участник этой организации, да. Ну, если уж тогда перейти к более таким общеобразовательным вопросам, понятное дело, что 2020 год он стал для образования Латвии многим таким проверочным, потому что понадобилось учителям переходить на новые, к новым инструментам, так скажем. В основном, конечно, это образование, обучение на удаленке, которое сейчас тоже к нам вернулось и с сегодняшнего дня, пятый-шестый класс туда уходит. И в основном, конечно, и от родителей, и от учителей, и от многих учеников слышатся негативные комментарии, что вот это сложно, не очень понятно, как взаимодействовать с учениками и так далее. Учитывая, что есть миссия, обычно она всегда вот пыталась быть на передовой этих инструментов, которые может пользоваться педагоги, как вы относитесь вот к этому образованию на удаленку и к тому, что есть такая большая вероятность, что частично оно останется и после того, как пройдет пандемия? Ну, это очень сложный вопрос, я бы сказал, как мы относимся, но мы видим, что это необходимость, мы видим, что эта пандемия, она очень опасная, она очень серьезная, и я думаю, что на это нужно относиться очень серьезно, и мы просто живем в таких обстоятельствах, в каких мы живем, и мы просто должны как бы смириться жить в таком мире и найти, ну, как бы, как жить в этом новом мире, в котором мы живем. То, что мы сделали, ну, когда был этот первый, первый этот большой удаленный учеба, который был в апреле-майе, то, что мы делали тогда, мы полностью своих учителей, ну, изменили программу, которую мы очень планировали учить, и пришли, пошли на такое, что мы старались им дать много таких способов, как они могут учиться, учить, и тоже мы очень обращали большое внимание на социально-эмоциональное, как бы, это состояние наших учителей, думая о их социальном, ну, как бы, воздействии между собой, и чтобы не потерять этот специализм между собой. И сейчас, в этот период, когда мы второй раз, мы уже сейчас смотрим на выводы, которые были в этом первом периоде, и стараемся, ну, думать и о качестве, не только выжить, но тоже, какие есть выводы из этого первого периода, что надо делать, что меньше делать, как устраивать лучший урок, как, что лучше не делать. Ну, сейчас в этот момент мы больше думаем, смотрим на качество, как это делать. Ну, про то, как это повлияло на исполнительную миссию, может быть, немножко позже поговорим. Сейчас именно вот с точки зрения качества образования, как вам кажется, вот этот переход на удаленку, он действительно, ну, что основной комментарий, который я слышал, это то, что упадет уровень образования, упадет уровень знаний, это совсем не то, и дети не учатся так хорошо, как они учились раньше, потому что, ну, понятно, ты как бы сидишь у компьютера, и вроде одним ухом слушаешь, а вдруг открыл второе окно, и там, не знаю, играешь или сериалечки смотришь. Вот как вам кажется, это действительно настолько критично, что удаленка — это плохой вариант? Или все-таки нужно просто искать более какие-то новые, инновативные способы обучения? Ну, то, что понятно, и тоже в рекомендациях министерства Искола 20-30, что не говорит, что, ну, конечно, объем, когда учится удаленно, он меньше. Там надо его снизить на там 10 до 30 процентов, и классы, которые помладше, они даже вообще 50 процентов могут учиться, поэтому, да, конечно, объем можно, как бы, он меньше, и это означает, если объем меньше, тогда, наверное, знания тоже меньше, но тоже самое время, то, что тоже есть в этих рекомендациях, что надо очень, ну, как бы, планировать, смотреть, что надо учить, что нет, и, как бы, самое важное, дети получают, и я вижу, что это можно устраивать тоже качественно, и можно устраивать, организировать так, что образование происходит достаточно хорошо, ну, конечно, там есть очень много, много факторов, которые влияют, это работают ли родители от дома, может ли они работать, когда, когда, не знаю, в семье есть 4 дети, нужно ли взять 4 детей, компьютер еще, сам должен дома работать, там есть очень много, много факторов, которые влияют, я вижу, что есть ситуации, где это очень-очень сложно, вижу, есть ситуации, где это возможно, и даже хорошо. Но без помощи родителей, получается, это практически невозможно. Должно быть. Я с этим не согласен, ну, это, конечно, зависит от возраста детей, и то, что мы видим, что Министерство образования очень-очень старается, и получает из этого очень много критики, оставить, чтобы младший класс сейчас до первого, до четвертого, остались очным, очным процессом образования, потому что в младшем классе это очень сложно, да. Но постарше я вижу, что важно, что родители интересуются процессом, помогают планировать день, помогают устраивать это рабочее место, где ребенок учится, но в то же самое время родители не должны делать работу вместе своего ребенка, он уже был в школе и научился, и сейчас время детей учиться. Вот с точки зрения, да, учителей, я знаю, что один из принципов основополагающих ЭСПМ-эмиссий, что на уроках должны работать ученики, что правильный урок это тот, где учитель говорит как можно меньше, а основную работу выполняют сами ученики, они сами находят эти знания. Вот в этом контексте удаленка, она помогает, может быть, наоборот, потому что тогда ты знаешь, что у ученика, у него под рукой есть этот интернет, у него есть какие-то инструменты, которые он может воспользоваться, и таким образом можно давать более сложные, более интересные задания, чем если ты находишься в классе, где у кого-то есть смартфоны, а у кого-то их нет. Да, конечно, конечно, то, что этот процесс развивает, этот процесс удаленный очень развивает самостоятельный навык учиться, и если те дети, которых меньше, этот навык развит у них труднее, они должны это научиться, тоже учитель должен поддерживать детей в этом процессе, те, которые лучше этот развиты, тем легче, да, и то, что мы видим, что все время идет эта дискуссия, как много можно делать онлайн, или так, как Zoom, или такие, ну, где подключаются дети к конференциям, сколько это делается, и сколько делается такие уделенные уроки, где дети учатся самостоятельно, и я, ну, когда принимается решение в этот, ну, думает этих обеих двух подходов, надо всегда думаться о, я бы сказал, о том, есть ли у всех детей возможность, то время, когда необходимо обязательно подключиться, не знаю, там, Zoom, или Teams, звонки, есть ли всем возможность, если, например, в семье, как раз говорил, четыре дети, тогда необходимо четыре устройства, это очень, очень, очень проблематично, и поэтому много, здесь очень много таких сложных, сложных решений, которые должны принять школу и тоже учителя, когда устраивает этот процесс, и тоже планирование очень, очень большое требуется от учителей, ну, я вижу, я видел очень хорошие примеры, как устраивается удаленное обучение, ну, это насчет труда учителей, очень такого серьезного. Напомню, у нас на связи член правления программы ESPM Миссия Яниш Кестерис, телефоны прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9, или пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, постараемся задать ваши вопросы. Вот касательно, да, подготовки учителей в Мацидспекс, в ESPM Миссии, понятное дело, что среди множества навыков, которыми должен обладать учитель, есть и навык общения с классом, поддержание дисциплины в классе, который вот находится прямо перед тобой, и мы знаем, что во многих школах Латвии классы это и не 15, и не 20 человек, а намного больше, вплоть до 30, и даже больше. Вот эта пауза вынужденная в начале, в конце весны, и вот теперь сейчас, в ноябре, до зимы, и возможно даже больше, вот эта пауза в живом общении с классом, насколько она повлияет на учителей с этой точки зрения, на молодых учителей, которым может быть не хватит во время обучения, во время подготовки, когда у них есть еще возможность получить консультацию у педагогов и своей миссии, вот отсутствие этого опыта общения с детьми в живую и подготовкой к работе в классе в живую. Вопрос о дисциплине? Вопрос того, что есть навык работы с классом в живую и работа с классом онлайн, она очень разная, и учителя могут привыкнуть, не то, что привыкнуть, но им не хватит вот этой работы в живую из-за пандемии, и как они будут восполнять этот недостаток, или это просто не такая большая проблема, как кажется со стороны? Нет, конечно, но там есть разные подходы, конечно, и если не делать практику, тогда ты не знаешь, как это делать на практике, там, по-моему, нет никакого вариантов других, если говорить о дисциплине, тогда мы на этом смотрим так, что это как бы руководство классом, и руководство классом обычно происходит таких определенных принципов и правил и последствий, которые будут, если не соблюдать этих правил, и то же самое в принципе видно в удаленном процессе, этот принцип работает то же самое, что мы видим, что есть Zoom-звонок, дети могут оскорбить друг друга, они могут, не знаю, пошутить, что-то сделать такое, и учитель должен все равно делать процесс таким, где все могут чувствовать себя хорошо и чувствовать безопасно, и если все чувствуют безопасно, только тогда они могут хорошо учиться, и этот навык развивается в любом случае. как вы относитесь к тому, что возможно в будущем удаленное обучение станет частью образовательного процесса, если мы уберем за скобки то, что вы говорили о техническом оснащении всех учеников, о том, что может быть не все семьи могут себе это позволить, чисто с педагогической точки зрения, вы скорее поддерживаете то, что например один день в неделю он будет удаленным. Ну, когда был этот первый период чрезвычайной ситуации, тогда было много выводов, и то, что мы видели, один из выводов было то, что это нас заставило поменять свои методы и посмотреть на процесс обучения с другой стороны, и то, что я вижу, что там есть очень много хороших вещей, которые можно использовать, делать более эффективно. Я не знаю, наверное, меньше с младшими классами, но я вижу, что есть много хороших таких вещей, которые можно использовать. Мы в своем процессе, когда мы обучаем своих учителей, мы сейчас смотрим немного по-другому на это и видим, что действительно есть вещи, которые мы когда-то делали очно, но сейчас мы понимаем, что, наверное, лучше не всегда заставить людей приехать на какое-то обязательное здание, тратить время на дороге, но можно сделать. Есть очень много, что можно сделать, например, в Zoom. Я сам учитель, что еще учитель, делаю уроки в Zoom, иногда тоже, и мне трудно сказать, что я не могу сделать, что я могу. И можно всего чего сделать, но главное, чтобы это было с какой-то целью, не технология была с целью, но главное, что мы ставили, главная цель, что это для образования, это более эффективно, это более лучше. Я вижу, что есть много хороших аспектов, которые можно взять. Вы упомянули программу Школы 2030, программа реформ, которая затрагивает изменения образовательного процесса весьма резко, там очень много есть положений, и мы знаем, что эта программа была принята не то, что в штыки, но много критики было по поводу этой программы. Вот с вашей точки зрения, или с вашей личной, или с точки зрения ESPM-миссии, насколько, я знаю, что кто-то из ESPM-миссии, он даже, насколько я понимаю, участвовал в создании Школы 2030, если я не знаю, заново, у меня была, и там, и там. Ну, как вам кажется, насколько эта программа действительно действенная, насколько она нужна, или все-таки у вас есть какие-то претензии к Школе 2030? Я считаю, что 100% поддерживаю то, что они делают, идея, идея полностью соответствует наши дни. Как мы видим, ну, как бы, всемирные исследования, образования, мы видим, что мы где-то посередине. И, ну, если мы посередине, тогда это означает, что мы делаем хорошо, но не, как бы, очень хорошо. Мы можем делать лучше, и я вижу, что это попытка сделать нашу систему образования более современной, такой, которая соответствует требованиям нашего времени. главная идея очень хорошая, я считаю, что подход очень тоже хороший, который, ну, более, в принципе, о том, что ребенок должен научиться разные компетенции, есть разные цауровые праздники, это все очень-очень важно, то, чем есть критика, критика есть тем, что нет сейчас материалов достаточно, нету достаточно поддержки, и, конечно, школа 2030 там смогла сделать лучше работу, наверное, чтобы больше поддерживать учителей, но я тоже понимаю, что это очень трудно сделать, когда у нас есть где-то 30 тысяч учителей всех обучать, это очень трудно, но идею саму я поддерживаю, но понимаю, что исполнение могло быть тоже лучше. Ну да, одна из таких претензий, которые я слышал от своих знакомых учителей, она в том числе стоит и в том, что вот эти курсы или какие-то там, не знаю, повышения квалификации, обучение педагогов и так далее, оно происходит достаточно часто в каким-то новым навыках, в том числе и до программы 2030, чуть ли не ежегодные вещи, что нужно повысить свою квалификацию, чтобы продолжать работать, но на бумаге это выглядит красиво, а потом по сути получается пшиком, что красиво написано, а потом продолжают работать так же, как и работали раньше. Вот как этого избежать, чтобы реформа была красива не только на бумаге, но и чтобы у нее действительно был действенный результат? Ну да, ну это чрезвычайная ситуация, наверное, весь этот процесс, ну как бы ставить на паузу, большую часть, потому что сейчас очень школьные руководители, они сейчас думают о том, как все время изменяются какие-то правила, сейчас будет три квадратных метра, потом будет больше, меньше, все время есть какие-то изменения, и школа должен, в принципе, заниматься как вообще выжить в этой ситуации и не думать о том, что там сказано в новом стандарте или новом проекте, если ситуация в нашем мире была нормальная, и что люди могли нормально ходить в школу, тоже учителя могли нормально ходить, не знаю, на собрании и вместе обменяться опытом и мнением, тогда я вижу, что если школа работала как такая учебная организация, они между собой в школе учителя общаются, я вижу, что это можно сделать, я сам, ну, моя школа, я все еще учитель в Юрмальской средней школе, и мы одна из пилот-сколок, и мы достаточно долго учились как пилот на эта школа, и вижу, что, ну, это был такой медленный процесс, но очень, очень, по-моему, хороший, и дал много изменений нашей школе, поэтому курсы, я сам был на очень много курсах школы 2030, я их оцениваю очень позитивно, но, конечно, это, как бы, это, как бы, попытка изменить то, как учителя привыкли работать, и мы знаем, что изменить привычки людей, это очень, очень сложно, и это не так, не такой простой процесс, и то, что делает школа 2030 для них, это очень, очень, да, это очень, очень большая их такая задача, и непростая. Ну, и тоже по программе школа 2030, не могу не задать этот вопрос, потому что он поднял достаточно большую такую волну критики и протестов, это язык обучения в школе 2030, насколько я понимаю, прописано, что начальная школа, подавляющая все-таки часть материала, она дается на родном языке, но не вся, там, если не ошибаюсь, порция 80-20 в сторону родного языка, и потом идет 50 на 50, и уже там в старших классах, это все 100% должны быть на латышском языке, даже в школах нас меньшинств, и основная претензия состоит в том, что даже в начальной школе даже та небольшая часть материала, которая будет дана на неродном для ребенка языке, ее будет намного сложнее усвоить, просто потому, что это неродной язык. Вот, я не знаю, насколько вы там в юрмальской школе сталкивались с учениками, для которых латышский неродной, вы говорили, что у вас начальная школа, это несколько, не ваш профиль, но тем не менее, вот эта проблема языкообразования в контексте, опять-таки, этой программы, насколько для вас это актуальная проблема? По-моему, вопрос языка не вопрос школы 2030, они больше, по-моему, занимаются этим содержанием, по-моему... Нет, там тоже есть это, это один из разделов. Это решение, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, принял министр Шадурский уже достаточно давно, как будет меняться этот язык, это политический вопрос, нетрудно комментировать политику, ну, я знаю, что моя школа, школа, тоже, как бы, русскоязычная школа, где я сам работаю, ну, конечно, младших классов труднее с языком, в старших классах достаточно хорошо, я сам работаю сейчас восьмой, девятый, раньше работал там, с четвертого класса, ну, я очень много использую латышский язык в своем уроке, если нужно помочь с русскими, я немного помогаю, я, как я говорю на русском, так говорю, с ошибками, и, ну, стараюсь помочь, и, ну, я в своей школе таких больших проблем с этим не видел, что это невыполнимо, что это проблематично, я много тоже разговаривал с, ну, школьниками в средней школе, они сами разговаривают, ну, у них тоже такие разные мнения на этом, некоторые считают, что это, ну, осложнает их жизнь, некоторые считают это, как бы, бонусом, что они могут наконец-то научиться язык хорошо в той стране, где они, где они живут, поэтому я считаю, что такой, ну, неоднозначный вопрос, и тоже сам школьник, и, как я вижу, в своем опыте, тоже это оценивает неоднозначно. Напомню, у нас на связи член управления СПМ-миссия Яниш Кестер с телефона прямого эфира 67-212-93-9 67-213-93-9 или ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Звоните, пишите, вот вопросы, если у вас есть по образованию, по образованию будущего в том числе, вы можете их задать в ближайшие еще 15 минут где-то эфира. По поводу, одна из проблем тоже образования Латвии, это количество учителей, их мало, их становится все меньше, больше людей уходят из школ на пенсию или просто уходят из школ, чем выходят из университетов или вот программы МАЦИТ-СПЕКС. Как вам кажется, почему профессия учителя, она настолько находится в таком кризисе в плане популярности? Ну, есть, конечно, очевидные ответы вроде зарплаты и какого-то престижа, но, может быть, вам изнутри есть еще какие-то важные причины. по-моему, если еще важные причины, это связано с этим, с школой, на то, насколько много у нас школ в Латвии есть. И, как бы, я знаю, что это очень такой сложный вопрос и такой, тоже непопулярный, и то, что, ну, старается делаться правительство уменьшить это количество, то, что мы видим, что у нас на одного учителя есть около девять школьников в Латвии. Это цифры. Обычно в мире, в Европе есть эта цифра где-то 15-17, гораздо больше. Ну, у нас очень много учителей на, ну, как бы, на детей. В принципе, если мы это, ну, сделали порядок с этим школам и сделали систему более такой равномерной у нас не было полпустой школы, не знаю, где-то в больших городах, тогда ситуация, ну, если система была более порядка, тогда было лучше, по-моему. Это еще один без, конечно, зарплаты, которую вы уже сказали. То есть, вам кажется, что если уменьшить количество школ, то учителей, в принципе, будет хватать? Ну, это, я говорю, что это сложный вопрос, там нет одного решения. Там мы должны поднять, думать о зарплате, мы должны думать о школьном этом тыкл, я не знаю, об этом. Да, школьном школе, мы должны думать об обучении, о привлечении. там есть очень много, это комплексные вопросы, там есть очень много действий, которые должны делаться все вместе, это комплект действий. При этом, не знаю, сколько это можно сравнивать, все-таки, учитывая количество людей, которое нужно в университетах и в программах, но мы видим, что программа Матси-спекс есть по миссии, они пользуются достаточно большой популярностью, если брать, сколько людей подает заявки и сколько есть мест, собственно, в самой программе, там несколько человек на место, по Матси-спекс у меня нет конкретных данных, но в ЕСПМ-миссии это было буквально до 10 человек на место, с чем вы связываете популярность именно вот таких программ, которые берут уже людей с уже существующим образованием, которым вовсе не надо идти в педагогику, они могли бы работать и в других местах? Я думаю, что это связано с нашим подходом, там тоже есть много причин, я бы сказал, много причин, один очень усердно стараемся найти людей, которые хотят, мы ищем в разных каналах, у нас есть команда, которая привлекает этих молодых, не только молодых, но и молодых для профессии людей, которым есть интерес и мы это делаем как бы очень стратегично, очень логично и как-то устраиваем коммуникацию очень такую активную и доносим информацию для тех, которые есть интерес, они думали, что они хотят что-то учиться, учиться поменять свои, тоже поменять свою жизнь и мы даем такую возможность и есть очень много людей, которые сейчас сидят в офисе и не до конца доволены с той работой, которую они делают работа в школе, она есть своими как бы проблемами, своими задачами, но в то же самое время она дает очень много хороших эмоций, очень ты видишь, когда ты делаешь эту работу, ты видишь результат сразу почти и это по-моему то, что это специфика профессии, это такая очень хорошая черта профессия, которая делает, мы как-то сумеем найти подход к тем, которые еще не решили. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Да, здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот все из поздорове, у нас на всех радио, точках извините, можете говорить чуть-чуть погромче, вас очень плохо слышно. Что люди, находящие в карантине, ограничили психологические воздействия на них, ссорятся и так далее. На связи с этим у меня вопрос, почему молчат все время, когда закрыли русские школы ничего не надо, что их не насилуют. Извините, я все-таки очень долго формулировался вопрос, так что мы немножко его закроем. У меня есть такой вопрос к вам. Можно зайти на сайт программы Матитспекс и там заполнить эту заявку в эту программу. если нас сейчас слушают люди и потом на ютубе смотрят люди, которые задумываются над тем, чтобы попробовать себя в педагогике, какие качества вы ищете в первую очередь педагогов, какие вы кажутся наиболее важными для педагога в Латвии? У нас этот конкурс проходит в трех частей этапах, да, и там мы в принципе смотрим разные качества, разные, да, первый этап это самый такой, я бы сказал, простой, там есть анкета, которую кандидат должен заполнять, там спрашиваются разные вопросы о мотивации, о опыте, о образовании, которые есть и тоже их планов, почему они вообще хочут и что они хочут добиться работой в школе, то, что в этом процессе мы оцениваем, мы смотрим на то, как человек общается, как он должен в этом процессе провести свой маленький такой мини-урок, тоже проводить разные такие роли игры, где выиграть разные ситуации в школе, в принципе, оценивается разные коммуникации, оценивается мотивация, оценивается тоже навыки, прежде образования, например, если учитель хочет учиться математик, то важно, что ему есть уже хорошее образование, есть достаточно кредитных пунктов, или есть образование математики, чтобы он знал свой предмет. Такой достаточно обширный процесс, можно посмотреть тоже в странице есть видео, где этот весь процесс хорошо и четко объяснен в таких хороших познавательных видео. А с точки зрения человеческих именно качеств, есть ли какие-то, которыми должен обладать настоящий педагог, или в принципе практически каждый человек, ну знаете, есть люди, которые говорят, я бы никогда не мог быть учителем, я там плохо общаюсь с детьми, я их не понимаю. Я думаю, что самое главное качество учителя это то, что он верит, верит в то, что каждый ребенок, несмотря на его там социальные или там культурные или любой как бы ситуации, он может добиться и может улучшить свои как бы ну что может что-то добиться жизни и что он может хорошо учиться. Я думаю, если учителю есть такой подход, что он верит каждому ребенку и он хочет помочь, если есть такой исходный пункт, я считаю, что если есть так, то тогда всегда будет хороший результат. Давайте успеем еще один звонок принять, я надеюсь. да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой, если вы хотите объединить, предлагаете объединить школы и сделать их поменьше, чтобы учителей хватило, а сколько, вопрос, сколько у нас в Латвии учеников в каждом классе, сравнивать это со школами Европейского Союза, и как может учитель, если в классе 30-35 человек, донести до каждого те знания, которые он хочет дать ученику. Спасибо большое, да, это вопрос, который я тоже хотел задать. Какое оптимальное количество учеников должно быть в классе, по вашему мнению, и вот сейчас действительно во многих школах, вы говорите, там есть пустые, это правда, но есть и школы, где и по 30, и по 40 человек в классе. Да, да, ну, у нас сейчас в Латвии где-то 200, тысяч учеников, и, ну, в принципе, этот вопрос, ну, это вопрос методов, который выбирает, выбирает, ну, учителя в своем классе, как он устраивает урок, какие он дает, ну, материалы, какие методы он выбирает, как он устраивает групповые работы, как он сделал какие-то дополнительные, не знаю, материалы, которые поддерживают учебу, может ли, нужно ли так, что учитель каждому скажет индивидуально, или есть какая-то система, в принципе, это связано с организацией, как учитель организирует свою работу, да, конечно, если есть классы 35 школьников, наверное, это более трудно обеспечить, чтобы, это более трудно для учителя обеспечить такой порядок, и иногда это видно, что это влияет, но это связано с профессиональным компетенцией учителя, я бы сказал так. Но если вот назвать число, которое вам кажется оптимальным, это там 10-15 человек или 20-25, в какую сторону ближе? Ну, это, наверное, это вопрос уже таких четких исследований, я сам из своего практики говорю, мне нет большой разницы, если в школе классы 30 или 20, я не вижу разницу о том, как я делаю, планирую свой урок, мне даже, если мне в классе 12 школьников бывает такое, даже мне есть чувство, что труднее, ну, устраивать какой-то дискуссии, труднее, труднее сделать более динамичный урок, потому что ну, это, ну, меньше такое обмен мыслей, и так, ну, если индивидуальный, если очень индивидуальный подход, тогда это другой вообще образ образования, это консультация, что такое, ну, да. Наверное, последний вопрос, потому что, к сожалению, время эфира подходит к концу, я знаю, что среди тех людей, которые закончили ESPM-миссию, по-моему, опять-таки, там еще нет таких данных, но по ESPM-миссии далеко не все остаются в школах работать, или вообще даже в педагогике, там процент меняется в зависимости от года, но есть достаточно большое количество людей, которые, проработав два года в школе, понимают, что это не их и уходят. Как вам кажется, с чем это связано, есть ли какие-то вот у вас, какие основные, чего не ожидают учителя молодые, когда приходят в школу, что их, может быть, удивляет в негативном смысле? Я бы не согласен с тем, что многие уходят от профессии, у нас статистика есть такая, там плюс-минус где-то 80% наших, те, которые заканчивают нашу программу, они оставаются в образовании, и некоторые из них выбирают после второго года поменять школу, и это иногда дает такое чувство, что очень многие уходят, но они просто поменяют школу, потому что когда, ну, программы, мы не советуем менять школу, потому что, ну, в течение программы, потому что это очень важно учителю создавать хорошие отношения с детьми, сохранить те работы, которые он делал, это очень важно, поэтому мы не советуем, но, ну, это почему выбирать поменять школу, это связано с разными аспектами, там личными в жизни, не знаю, там, связано тоже с управлением школ, может быть, новому учителю что-то не понравилось, не знаю, как школьный директор устраивает работу, но там очень-очень много-много разных причин, но я бы сказал, что 80% остается образований не только в школах, но тоже в разных организациях, создавая разные материалы, ну, какой-то манчай часто понимают, что они это попробовали делать дальше, двигаться дальше. Спасибо большое, я видел, что еще были у нас звонки, но, к сожалению, время эфира ограничено, поэтому призываем вас звонить с самого начала, у нас, кстати, вот завтра тоже будет разворот в 12 часов, и там будет гостей, парламентский секретарь, премьер-министр Эвика Сылыни, поэтому вот завтра подключайтесь пораньше и звоните тоже пораньше, и в WhatsApp я тоже вижу вопрос, но уже поздновато. Ну, а с нами только что на прямой связи был член правления программы ESPM-миссия Яниш Кестерис, спасибо большое, Артем Липин провел этот эфир за звук режиссер Евгений Копеев. Всего доброго.